всем привет вы на канале автозвук.ua сегодня у нас на обзоре будут билет линзы аозум а5 плюс и принципе судя из названия модели и простейшей логики можно предположить что технические характеристики этой модели должны находиться где-то между линзами аозум а3 и топовыми а7 данные линзы как и собственно ряд другие линзы этого же производителя предназначены для замены штатных 3-дюймовых линз для чего предусмотрена специальная монтажная панель изготовлена из штампованной стали в которой есть несколько соответствующих отверстий в принципе в линзе много металлических элементов включая отражатель крепежную часть и разве что из металла не сделали только подиум для линзы как мне недавно стало известно в этом может быть рациональное зерно в принципе дело в том что если разобрать линзу на две части и взвесить каждую по отдельности то вот эта часть где установлена стеклянная линза может показаться даже тяжелее соответственно если подиум линзы изготовить из металла они из очень легкого пластика она будет еще тяжелее это все будет оказывать определенную нагрузку на корректор фар а с учетом того что самая тяжелая часть линзы будет находиться впереди соответственно рычаг будет больше и нагрузка будет становиться еще больше еще сильнее поэтому некоторые производители как они утверждают идут на такой шаг для того чтобы максимально облегчить корпус линзы как и у всех белый линз источник света здесь светодиод и он естественно не сменный изнутри конструкция линзы выглядит следующим образом то есть в центре у нас установлен светодиодный модуль и вокруг него много непонятных электронных компонентов микросхем платы и так далее регулировка или переключение ближнего дальнего света осуществляется с помощью вот этой шторки которую приводит в действие соответствующий достаточно надежный механизм но во всяком случае за него я не переживал бы что он когда-то выйдет из строя также хочется обратить внимание на то что верхняя часть шторки окрашена черным цветом скорее всего это необходимо для того чтобы уменьшить возможные блики вот такого серебристого металла и сделать светотеневую границу более четкой в конструкции модели 5 плюс отсутствует внешний балласт подключение осуществляется напрямую с помощью вот этих четырех проводов черный и красный это ближний свет а подключение белого и голубого активирует дальний свет помимо того что эта модель подходит для установки вместо штатных линз ее также можно установить в рефлекторную оптику которая ранее не комплектовалась линзой это можно сделать с теми фарами которые рассчитаны под лампочки h4 h7 и hb цоколи весь набор переходников и соответствующая гайка для фиксации переходника на вот этой резьбе входят в комплектацию дополнительного доступа при установке данных линз обеспечивает встроенная обманка или как еще говорят канбас это будет необходимо для тех автомобилей бортовой компьютер которых может опрашивать электронику на предмет перегоревших лап то есть если в такой автомобиль поставить лампочку или линзу которая потребляет меньшую мощность чем родная бортовой компьютер определяет этот источник света как перегоревшую лампу и отключает подачу питания соответственно новая лампочка светодиодная или ксеноновая не работает в данном случае такой проблемы не будет и кстати в подавляющем большинстве современных автомобилей уже установлена такая электроника ранее обманка была необходима только для установки на немецкие автомобили кстати что касается потребляемой мощности то модели опять плюс она не намного меньше чем у обычной галогенки на ближнем свете линзы потребляют 45 ватт а на дальнем 50 ватт как это сказывается на освещенности мы сейчас посмотрим итак в первую очередь наверное стоит сказать о ширине светового пятна здесь линзы светят очень широко хотя многие белые линзы особенно аозум светят примерно также на дистанции 4 метра у нас ширина светового пятна 424 с половиной метра то есть даже все световое пятно не помещается в кадр также линзы светят высоко если так можно выразиться если мы предположим что ближний свет у нас начинает работать на дистанции примерно 5 метров от бампера и 50 метров по проезжей части не дальше и 70 метров по обочине в принципе весь вот этот участок 5 метров от бампера и 50 метров по проезжей части будет залит светом равномерно так как никаких пятен в световом пятне я не вижу конечно же видно что в центре сфокусирован более яркий свет но в принципе рассеивается он равномерно светотеневая граница ровная четкая идеальная но все же в центре вот в районе полочки в районе контрольной точки 1 5 и 6 мы видим некоторые неоднородности или если так можно выразиться аберрации при этом важно отметить что светотеневая граница не очень четкая и это хорошо то есть свет на дороге будет рассеиваться или заканчиваться равномерно и у водителя не будет перед глазами такой четкой линии которая постоянно прыгает на неровностях от чего устают глаза то есть светотеневая граница присутствует линзы конечно же никого не слепят но глаза не будут уставать за счет того что светотеневая граница как раз размыта на линии терминатора дальний свет как для линзы стандартный хороший формируется четко по центру выше полочки также стоит сказать что у данных линз очень неплохая фокусировка например по сравнению с лет лампами в рефлекторной оптики часто бывает что когда мы устанавливаем лед лампу в рефлекторную оптику и выставляем птичку вот в этом месте где сейчас сформирована полочка то точка максимального фокуса . максимальной освещенности смещается немножко вправо влево то есть ее приходится искать в данном случае мы видим что максимальная освещенность как раз точно в контрольной точке 1 то есть в центре светового пятна если мы смещаемся в любую сторону то освещенность неизбежно снижается максимальная освещенность здесь 6140 люкс в контрольной точке 2 3770 люкс контрольная . 3 2130 люкс контрольная . 4 1580 люкс точка 5 это наша встречка здесь можно в принципе показатели изменить на максимальную чувствительность здесь максимум у нас 29 с половиной люкс округлим до 30 люкс еще у нас есть . 6 . 6 это обочина но например в случае с лет лампами там птичка формируется достаточно высоко под углом примерно 30 градусов в данном случае полочка находится ниже но при увеличении дистанции то есть она будет увеличиваться если мерить конкретно . 6 то здесь освещенность принципе такая же как на встречке возможно немножко больше 36 37 люкс мы же все-таки попробуем измерить освещенность непосредственно там где сформирована полочка то есть здесь у нас освещенность уже существенно выше 2130 120 люкс в общем встречка у нас практически не освещается обочина освещается очень хорошо и я находясь центре светового пятна еще раз иллюстрирует то что данные линзы никого не слепят то есть по линии терминатора видно что нижняя часть туловища хорошо освещается например верхняя часть туловища практически полностью находится в тени соответственно водитель встречного транспортного средства который будет находиться даже напротив вашего автомобиля на минимальной дистанции 4 метра что уже является очень аварийной ситуацией все равно не будет ослеплен вашим ярким светом также для большей полноты картины мы можем сравнить линзы опять плюс с другими линзами из наших прошлых тестов например с теми же аозум а 7 плюс и санви 3 дюйма если сравнивать зума 7 плюс то в принципе седьмые линзы практически по всем точкам кроме точки 2 ярче в контрольной точке 2 почему-то у младшей модели опять плюс освещенность выше но все-таки точки 3 и 4 намного ярче у старшей седьмой модели по сравнению с линзами санви ситуация примерно такая же опять-таки пятая модель выигрывает только в контрольной точке 2 но если мы посмотрим на контрольную точку 1 то все сразу станет ясно по сравнению с линзами инфолайт делюкс ситуация в принципе тоже не однозначно хотя инфолайт здесь у нас лидирует пожалуй по точке 4 и я бы не сказал что эта точка играет какую-то самую большую роль итого аозум опять плюс по сравнению аозум а 7 плюс стоят примерно на 20 процентов дешевле и если смотреть объективно то и светят они примерно на 20 процентов хуже в контрольной точке 1 ситуация особо не отличается но по другим точкам например 3 и 4 мы видим что а 7 ярче ну если не в два раза то хотя бы в половину соответственно здесь снижение цены прямо пропорционально влияет и на освещенность и потребитель уже должен сам выбирать что ему более важно доплатить немного денег и взять топовые линзы данного производителя либо сэкономить деньги на установку и в принципе довольствоваться тоже неплохим светом от а 5 модели на этом у меня как обычно все если видео было полезным и интересным поставьте лайк и подпишитесь на наш канал